39 миллиметров ртутного столба, ночью плюс 4, с утра потепление, облачность небольшая, а днём в пятницу до плюс 8 и велика вероятность осадков в виде дождя. ТОП-СПОРТ. ТЫ-МИР. На Спорт-ФМ. КРУГЛЫЙ СТОЛ. Здравствуйте, дорогие друзья. Ближайшие два часа подробнейший разговор о хоккее. Круглый стол, его хоккейная версия. Мы вот так небольшую паузу взяли, позавчера всё у нас завершилось. Ну, практически всё, клубный сезон в России закончился. Поздравляем в очередной раз, Магнитогорск, с победой в кубке Гагарина, с золотыми медалями чемпионов России. Так вот, гроссмейстерскую паузу мы выждали, ждали, ждали. Может быть, где-то что-то, что-то всплывет. Походу, дело тихо, но, наверное, и слава богу. Друзья мои, меня зовут Артем Дроздов. И сегодня, дорогие гости у нас здесь на Спорт.ФМ, трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. Советский российский хоккеист, тренер, функционер, человек, который, ну, за последние годы единственный, наверное, из наших отечественных специалистов поработал по ходу нынешнего сезона в Европе. Андрей Патайчук, олимпийский чемпион, чемпион мира, наставник команд континентальной хоккейной лиги Сергей Светлов. Здравствуйте, дорогие гости. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, и сразу же, давайте тогда без раскачки. Почему, собственно, Металлург, а не ЦСКА? Алексей Бадюков. Простой вопрос. Если, да, если двумя словами, опыт победил. Поэтому Металлург и Кварталев тоже говорил, что 80%, то и больше процент команды, которые выигрывала два года назад Кубок Гагарина, он остался. И, соответственно, это, может быть, и сыграло связующую роль, основную роль как раз-таки в седьмом матче. Потому что я считаю, что в седьмом матче были допущены ошибки, которые свойственны, наверное, молодой больше команде, нежели опытной. То, как сыграла Металлург в обороне, это, конечно же, опыт и, прежде всего, тренерская рука. И, самое главное, посыл лидеров команды, которые, соответственно, опытные. Андрей Питачев, почему Магнитка, а не ЦСКА? Ну, я согласен абсолютно с Алексеем. Тут добавить нечего. Единственное, то, что нужно отметить, как Магнитка по сравнению с первым матчем, да, и всю серию она перестроилась абсолютно, да, и подстроилась и навязывала свой хоккей. И, безусловно, опыт, и там очень много игроков сохранилось, да, в того состава, с кубков, когда выигрывали. Ну, и плюс, на мой взгляд, то спокойствие Василия Кошечкина. Сергей Александрович. Ну, сложно добавить, это уже что-то все сказали. А придется, Сергей Александрович, придется. Ну, что, конечно, мастерство команды, вот, и те ребята, которые уже сказали, вот, завоевывали кубок уже, да, так и те ребята, они умеют играть за кубки, умеют играть, собраться в нужный момент, правильный настрой, подготовка, это очень важный момент. И в то же время, мне кажется, все-таки, тактически, скажем, команда Магнитка нашла ключ к игре против ЦСКА, ну, и справилась с этим. Уважаемый гость, ну, вот, понятно, там, Алексей, как бы, задал посыл, опыт, победные традиции и так далее, а что у ЦСКА? Тоже же были свои козыри? А в том-то и дело, что вот ЦСКА-то были козыри, и все их прекрасно знали. И то, что, ту, которую игру демонстрировали на протяжении всего регулярного чемпионата, все восхищались, ротация, все здорово, по шесть, по семь человек меняли. Леша, и в плывов восхищались, до Магнитки, до второго мальчика. Ну, это всегда, это всегда так. Кто побеждает, все молодцы. От тренеров до, там, массажистов, это понятное дело, да, и в Магнитке сейчас так тоже происходит, все молодцы. А вот что конкретно решает результат, и какая была система игры у ЦСКА, я думаю, все понимали, да, она хорошая, да, идет, скажем, тенденция современного хоккей именно к этому, к большой ротации, к тому, что быстрые игроки. Но вот именно в этом противостоянии, именно против такой команды, как Металлурка, она не сыграла. Вернее, она играла, но не всегда. Где-то, конечно же, фактор фарта где-то сыграл. Вась Кошечкин, опять же, да, сколько всего вытащил, его спокойствие. Ну, и плюс еще Сергей Мазяхин, который MVP получил, заслуженно абсолютно в нужном месте, в нужное время оказывался. Андрей Александрович. Опять же, вот, ну, я пытаюсь все-таки услышать, козыри ЦСКА, они есть, да, Алексей обозначил их. А что получается, что они в данной ситуации вообще никак не работали? Весь сезон работали, со СКА работали, со Слованом работали, с кем там, с Торпедой работали. А с Магниткой раз и перестали работать. Нет, они работали, безусловно, работали. И я думаю, что, наверное, не хватило, может быть, одного форварда, Муршек, да, который был травмирован на протяжении всей серии. Вот. Единственное, да, мы сказали сегодня о том, то, что не хватает опыта, да, именно опыта Кубкова. И в финале это действительно сказалось в пользу Магнитки. Здесь, я думаю, что ЦСКА на правильном пути, безусловно. Вот. Единственное, может быть, где-то, да, креатива чуть-чуть добавить, да, на следующий сезон. Вот это, на мой взгляд. А так, то, что касается этой серии, да, финальной, ну, вот в финальной, да, части завершения атаки, все-таки, на мой взгляд, ЦСКА действовала прямолинейно. То есть не хватило вот этой вариативности, да? Сергей Александрович, вы согласны, что о вариативности? А где мне тогда сразу вопрос, а где же ее взять? На следующий сезон уже, да, сейчас-то понятно уже, все, поезд ушел. Откуда она берется? Ну, берется, первое, от эроличного процесса, от подготовки каждого игрока. Вот, конечно, если игроки, которые, скажем, вот это мне тоже было забросило, что, скажем, завершение у ЦСКА или работа с ПАСБУ была, скажем, у ПАСБУ была хорошая, а вот завершение прямолинейно, потому что и вот уже разговоры были, что ЦСКА как будто играет и здорово, и активно, и агрессивно, но немножко прямолинейно таких-то нестандартных ходов, как, типа, только один игрок Радовов может так себе позволить, а остальные ребята, в общем, нацелены только на ворот, только на бросок. И поэтому в этой ситуации Василий Корщикин, имея большие габариты, больших проблем не испытывал. Шаг из ворота выходит, шайба летит или мимо, или в него, и вот хорошие тактические действия, как банды-магнитки, подчищая пятак, оттянул корм нападающего, подчищая чистый пятак, не дали, скажем, на добивание, на помеху, и в этом моменте было преимущество. Вот этот момент по поводу ротации, она, в общем-то, как будто и хорошая, но в то же время немножко, кажется, может быть, сложится негатив. В чем негатив? Если каждую группу опять семь человек меняет, то у человека, который тебя, ты выходишь на лед, покажешь свою игру, и появляется боязнь и ошибка, потому что тебя завтра могут поменять. Это дело, что это хорошо, ты отдохни, ты играй, но игроку самое большое наказание, когда ты не играешь, когда ты не в составе, сидишь, переживаешь, это очень нехорошая тенденция, момент такой. Надо с ним поговорить, объяснить, ему правильно. Ну да, понятие можно, но тем не менее, ты как-то не в этом ритме, с ней в этой игре, ты немножко теряешь вот эту саму атмосферу, свою игру, конечно, да, у тебя, может, сил побольше, а вот эта боязнь ошибки и, скажем, выполнение тренерского задания, ты идешь на 100%. Поэтому у тебя момент создается, была установка бросать, добивать, и ты выходишь от того, что ты можешь сыграть, ты можешь, кстати, нестандартно пойти там в обрыж, или отдать пас, или, скажем, с хитринкой там как-то сыграть. Этого нет, вот, если направильно просох ради броска и туда бежать, добивать. Вот это все так было сведено на минимум, что это в конце бросалось в глаза. Поэтому вот именно затоптать, забить, добить, забить, чисто прямолинейно, это не сработало против «Магнитки». Проверить команда проходила, мы, может, не справлялись с этим самым, а «Магнитка», учитывая того, что у них богатый опыт, взрослые игроки, которые могут и где-то схитрить, и это потерпеть, и выстоять, у них это обычно была команда. Андрей Питачук. Ну, я здесь хотел бы добавить то, что, ну, на протяжении сезона эта ротация, она работала, и то, что, ну, я заметил на протяжении сезона, следуя за ЦСКА, и слышал многое, то, что атмосфера как бы в команде хорошая, да, то есть тренерский штаб абсолютно объяснял людям, да, то, что там какие ошибки, да, посиди, отдохни и все остальное. Просто здесь, опять же, да, мы возвращаемся к тому, что тот опыт, да, опыт именно кубковый, как бы, да, здесь, когда все к финалу пришло, к финалу пришло, здесь накал страстей, плюс нервы к тому же, да, и то давление, да, то давление было на ЦСКА, да, потому что все говорили о том, что это фаворит, говорит, оно все-таки сыграло свою роль, да, и действительно, игроки, может быть, может быть, боялись за ту ошибку, да, совершение, да, и то, что не попадут они в состав, и то, что не будут играть в финальной игре, там, может быть, и это тоже сказалось. Ну, обращаясь к Алексею Бедякову, Алеш, три матча они выиграли в финальной серии. ЦСКА выиграла три матча в финальной серии. Ну, давайте по порядку тогда. 5-1, сумасшедшая атака, сумасшедшее движение, тотальные преимущества, здесь, как говорится, вопросов нет, и все сразу стали в один голос отвердить, что все, сейчас будет разнос. Вот это-то, кстати, и сыграло в дальнейшем. И правильно, вот вчера Денис Казанский и Сергей Нариневич сказали, что основная, основной упор и основной матч был вторым. Когда, полагаясь именно на атаку, именно, опять же, на этот упор, напор, тотальный бросковый такой хоккей, как раз-таки не получилось. Да, где-то повезло, опять же, да, и совершенно по-другому стало окошечки наиграть, совершенно по-другому стало оборона, плюс ли вернулся. Много факторов, которые повлияли. Но в какой-то момент показали, сами армейцы, сами все показали, что атака, только атака, только напор не всегда решают матчи. Поэтому, и, кстати, вот хочу добавить, коллег, основным заложником вот этой системы, то, что завтра ты можешь играть не в составе, вернее, не быть в составе, стал Плет, который демонстрировал на протяжении всего плов просто сумасшедшую игру и хорошую реализацию именно в большинстве. Как он взаимодействовал именно с Радулом? А в седьмом матче не играл в большинстве. Он не поставил живого с Радулом? Он и в пятом первый период не играл, и в шестом не играл. И вот эта дисклификация, которую он с Санкт-Петербургом получил, она, может быть, и сказалась в конечном итоге, вот, ну, стал камнем преткновения для него, как, по крайней мере, он потерял свою игру. И вот его-то как раз, возможно, и не хватило. Вот мы, точнее, вы сказали о том, что магнитка перестроилась, там, молодцы, честь им и хвала. По такому хоккею, который на протяжении всего сезона показывал ЦСКА. Горяди трибуны Милана. Попади в число счастливых болельщиков, которые поедут на финал Лиги Чемпионов УЕФА. Заходи на страницу конкурса на сайте nissan.ru, выбирай свою профессию болельщика и побеждай. Ты создаешь игру вместе с Ниссаном. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 24 апреля 2016 года. Сроки проведения конкурса с 1 апреля по 28 мая 2016 года. Информация об организаторе конкурса, заправить его проведение о количестве призов в сроках внести порядки их получения на сайте nissan.ru. Телефон рекламной службы Спорт.ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Круглый стол Еще раз всем добрый вечер. У нас тут самое интересное. Только начинается. Вы спросите, где? Да в студии Спорт.ФМ. У нас Круглый стол, его хоккейная версия. Подводим итоги прошедшего клубного сезона. Ну и смотрим в самое ближайшее будущее. Впереди чемпионат мира в Москве и в Питере. Замечательные дорогие гости сегодня у нас. Трехкратный чемпион России, двукратный отдатель Кубка Гагарина, Алексей Бадюков. Советский, российский хоккеист, тренер, функционер. Андрей Путайчук, олимпийский чемпион, чемпион мира. Эх, заставник команд континентальной хоккейной лиги Сергей Светлов. Ну, в общем, вы знаете, вот хочется закончить. Про ЦСКА, да, ребята, уже в отпуске. Вопрос такой. Попытаемся заглянуть в будущее. В принципе, так вот, по большому счету, правильной дорогой идут товарищи, Алексей Бадюков. Я имею в виду команда ЦСКА, и дальше в том же духе работать. Абсолютно правильно. Я думаю, что такая тенденция, такого хоккея будет в дальнейшем. Она, самое главное, нравится болельщикам. Очень много отзывается хорошо про свою команду, именно болельщики ЦСКА, то, что остро атакующая команда, то, что ротация их не пугает абсолютно. Ну, и самое, конечно, было бы шик, если бы взяли Куба Гагарина. Это, ну, понятное дело. Но, а с другой стороны, есть куда стремиться. И в дальнейшем уверен, что и менеджмент будет работать именно в этом направлении. Сейчас поправят какие-то свои нюансы. Я думаю, что обязательно прислушаются к мэтрам своим и вообще нашего хоккея. И обязательно будут какие-то решения в дальнейшем. Сейчас вопрос надо им закрыть именно с Радулом. Останется он или нет. А дальше уже будут смотреть по другим позициям. Леша, сразу же вопрос в догонку. Если Радулов уйдет, вообще потеря для ЦСКА и, наверное, для всей лиги? Для всей лиги, прежде всего. Про ЦСКА мы не говорим. Но это, конечно же, лидер нашего чемпионата. И то, что Зайцев уходит, то же самое. Это просто огромная потеря. И то, сколько голов. И все от них зависело. Все от первой пятерки зависело. Даже я перед той серией говорил, что команда ЦСКА более зависима от первого звена, чем Металлург. Так оно и получилось. То, что кто забивал остальные голы, кроме Мазякина, как раз с одним голом в большинстве Металлург выиграл серию. А как раз первые три матча, когда ЦСКА забивало, потом перестало и все. Сразу же, как говорится, перестало что-то получаться. И потом только Яньков, игрок четвертого звена, стал забивать голы и выиграли шестой матч. Вот опять же, да, вот найти тех людей на замену, ну понятно, что делать, тяжело будет, да? Ну, как-то попытаться, да. Попытаться, я думаю, что в этом отношении... Датсук, Датсук, Пашу. Почему бы и нет, да. Пожалуйста, Датсук, хороший вариант. Но хотя Федоров сказал, что не будут рассматривать, ничего не предлагали, и не будут рассматривать его как кандидата. До 30 апреля. Вполне возможно. Андрей Птальчук, ЦСКА на правильном пути? Я думаю, что да. Если взять с приходом квартального, то команда идет, да, шаг за шагом. Мы видим, да, тенденцию улучшения каждый сезон тех результатов, которые, да, команда показывает. Ну, соответственно, продолжение Радулов. Невосполнимые потери. Если вдруг Александр соберется покинуть команду, отправить за океан. Ну, Алексей сказал, что это действительно для нашего чемпионата, для нашего хоккея будут потери. Если Александр уедет за океан, я думаю, правильно заметили, если Датсук появится в команде, то это один из факторов, который может повлиять на то, что Александр может остаться в команде. На мой взгляд. Сергей Светлов, Сергей Александрович, буквально 30 секунд. У нас есть два маленьких, коротеньких паузы по ЦСКА. А потом продолжим. Также согласен с моими, с коллегами, с ребятами. То, что все правильно сказали, и что ЦСКА, в общем-то, видно, она, скажем, годом прибавляет. Лучший хоккей покажет, интереснее, содержательнее, скажем так. В общем, они идут на правильном пути, и вот с потерей наших звезд, скажем, Адолову Зайцеву, конечно, это будет потеря для КХЛ, потому что эти, скажем, хоккеисты, ребята украшают хоккей в целом. Ну, друзья, мы совсем скоро поймем в итоге о том, кто покидает команду, кто... Кстати, очень интересный вопрос, надо его записать себе, где брать игроков на комплектовании, причем не только ЦСКА, а всем. Я думаю, мы об этом тоже порассуждаем, но сейчас у нас небольшая пауза, коротенькая совсем. Спонсор выпуска ООО «Селеникар». Продайте машину за 30 минут на carprice.ru О дорожном движении поговорим, информация, предоставленная порталом Яндекс.Пробки. Общая ситуация в 7 баллов оценивает серьезнейшие заторы на самое крупное бульварное кольцо внешней стороны в казармином переулке до Нового Арбата. Час 12. Почему я продал свою машину в Carprice? Да я не люблю рисковать, ценю свое время. Приехал, сразу получил деньги, никаких проблем. Это как трейд-ин, только выгоднее. Да, я рекомендую carprice.ru Круглый стол. Продолжаем наше общение. Не как вот у нас такой рваный темп, не знаю, хорошо это или плохо, но есть так, как есть, не перейдем. Мы не как магнитки, я думаю, что оставим пока металлург в покое на ближайшие 2 минуты до большой паузы. И вот сразу же тогда вопрос. Вот понятно, что сейчас... Мы-то и про Радулова заговорили, а я сразу подумал, что Амазякин-то никуда не уйдет. Из Магнитогорска. До 2018 года у Сергея еще контракт. Где брать игроков? Вот сейчас, ну практически всем, всем лидерам нужно укрепляться. Я тут анализировал. Акбарс, Авангард, Салават Юлаев, Магнитка, ЦСКА, СКА. А Европа вся почищена. Здесь у нас, в принципе, все на контрактах звезды. Алексей, не задавались таким вопросом? Воспитывать, воспитывать. Все жалуются, с кем не разговариваешь, все жалуются. Нет игроков абсолютно. Хотя их, на самом деле, ну даже в кулуарах среди хистов есть такая шутка, есть такой сайт игрок.ру. Вот, пожалуйста, можно там посмотреть. Но просто так получается, что никто не хочет воспитывать. Все хотят взять готовенького, чтобы он приехал и по 50 очков набирал, и потом ты поднимал кубки. Надо искать, надо воспитывать, как делают у нас Новокузнецк. Ну, волей-неволей так получается, что оттуда выходят хорошие игроки, поскольку команда, можно сказать, за высокие места не бьется, за плов не бьется, но зато прекрасно Соловьев работает, там вот тройка целая воспиталась, можно сказать. И так же и в других командах. Оттуда и заберут. Да, но есть и есть. Самое главное, чтобы тренер верил в игрока и видел в нем какие-то задатки и давал ему игровое время, а там волей-неволей. Вот, пожалуйста, Гусев, пример. Ну, вот он играл в игре, да, и все прекрасно знали, какой он. Какой он золотой, какие у него. Я сам с ним играл, просто прекрасные руки, да. О нем заговорили только после того, как он в СКА попал. Уже более-менее сейчас на него очень хорошо и надеются не только в СКА, но и в сборной. Друзья, ну, у нас время опять очередной паузы к моему великому сожалению. Продолжим уже после рекламы и больших новостей. Напоминаю, что круглый стол его хоккейная версия. В гостях у нас Алексей Будюков, Андрей Потайчук и Сергей Светлов. Реклама Родные земли. Земельные участки в Подмосковье. Родные земли. Большой выбор и низкие цены. Родные земли. 495-540-40-45 540-40-45 Сайт родзем.ру Встречайте непревзойденное предложение этой весны в дилерском центре «Лексус Ясенева». Только в апреле вы можете приобрести «Лексус НХ» и «Лексус ЕС» в кредит на особых условиях, а также получить дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Узнайте подробности и назначьте встречу прямо сейчас. «Лексус Ясенева». 495-5712 Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк». Предложение действительное до 30 апреля 2016 года. Дай пас друзьям! Лети в Милан! С 1 апреля по 16 мая этого года участвуй в акции «Дай пас» от Юникредит Банка и выиграй поездку в Милан и билеты на финал Лиги Чемпионов УЕФА. Юникредит – официальный банк клубных турниров УЕФА. Количество прессов ограничено. Информация об организаторе правилах количества прессов, сроках, месте и порядке их получения на «Дай пас друзьям.рфау» Юникредит Банк. Модный квартал «Искропарк» на Динамо идеален для жизни в мегаполисе. Только до майских апартаменты бизнес-класса от 9 миллионов рублей. «Искропарк» на Динамо. Подробности по телефону 725-5555. Проектная декларация на сайте искрадефиспарк.ру. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. Скорость, драйв, адреналин, двухлитровый мотор, 184 лошадиные силы, новые BMW 3-й серии в наличии по цене от 1 миллиона 697 тысяч рублей. Только в «Автоавангард». Подробности 495-739-44-44. Количество автомобилей ограничено. BMW. С удовольствием за рулем. Кто в карауту придет, тот на праздник попадет. 23 апреля в 11 часов праздник открытия зеленых дворов. Будут развлечения для всей семьи и скидки до 50% на товары для сада и дачи. Садоводы в ауте. От цены в карауте. Скидки по акции, дачи, строительства и отдых с 14 апреля по 11 мая 2016. Подробности на количество.ру. 0+. Желаю поселиться в современный дом, чтобы рядом с парком и у реки притом. Кинотеатр, музей, культурная программа и из окна на город ночная панорама. Такое возможно и прямо сейчас? Да, вы по адресу. Каждый из вас. Зиларт. Жилой комплекс арт-класса. Здесь и других преимуществ масса. Ждем к себе всех, не сомневайтесь даже. Новые дома уже в продаже. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на сайте zilart.ru. Звоните. 495-228-2288. Пока вы слушаете нашу рекламу, кто-то уже купил новый Toyota RAV4 с выгодой до 100 тысяч рублей. Только до 30 апреля. Toyota RAV4 на спецусловиях. Toyota Центр Левобережный, Лосиный остров, Рублевский, Бица, Каширский и Серебряный бор. Звоните сейчас. 151-2373. 151-2373. Код Москвы 495. Выгода достигается скидкой от максимальной цены в зависимости от комплектации и при передаче Toyota или Lexus с пробегом в счет стоимости нового автомобиля. Подробнее на toyotavc.ru. До чемпионата мира по хоккею осталось 15 дней. До Евро-2016 50 дней. До Олимпийских игр 106 дней. Спорт-ФМ. Мы делаем спорт ближе. А сейчас... Круглый стол. Двое часа беседы о хоккее. Круглый стол его. Хоккейная, соответственно, версия. Меня зовут Артем Дроздов. Большим удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Трехкратный чемпион России. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. Советский, российский хоккеист. Тренер, функционер. Андрей Патайчук, олимпийский чемпион, чемпион мира. Экс-заставник команды континентальной хоккейной лиги. Сергей Светлов зацепил. Он тут у нас в студии, в колуарах. Эту тему сам вот лякнул, да, вопрос задал. Где братья игроков? И тут же Алексей Бадюков ответил уже, так сказать, поделился. С вами, дорогие друзья, до рекламы и новостей своим мнением. Андрей Патайчук теперь перехватывает эстафету. Безусловно, соглашусь с Алексеем. То, что их надо растить. И есть прекрасные примеры, как локомотив работает. Они же растят своих игроков, да. И много игроков появилось в этом сезоне в основном составе. Казань нынешняя, да, сознательно пошли на омоложение состава. Также стали, да, забирать своих игроков, непосредственно, которые были воспитанники, которые находились в других командах. Конечно, растить. Безусловно, растить. Сергей Александрович. Согласен полностью. Ну, это, опять же таки, тут, наверное, все согласятся. Но это дело, пусть и не совсем далекого, но будущего. А игроки нашим ведущим клубам нужны здесь и сейчас? Алексей. Ну, а что делать? Так получается, да. Понимать зарплату и удерживать? Ну, рано или поздно все равно они появляются. У нас люди склонны к тому, что любят поконкретно вот видеть и смотреть на прошлые заслуги. То есть, ну, понятно, что дело. Есть Мазякин, там, есть Зарипов, но они рано или поздно все равно закончат карьеру, правильно? А в будущем мало кто хочет смотреть, правильно? Вот Андрей говорил, да, что вообще хотят, хозяева клубов, хотят результат всей минутной. В этом-то и проблема. В этом и заключается, наверное, задача менеджмента, задача главного тренера объяснить, что да, у нас будут такие игроки, ну, и нам нужно как бы растить свои кадры. Это нужно, это не только для всего хоккея, это понятно, но и для клуба прежде всего. Потому что без этого, я считаю, без молодых ребят, которые не будут приходить на смену, а будут считать себя членами третьего, четвертого звена, а то и пятого. И если их вот это будет удовлетворять, то это плохо. Тут уже надо такую работу проводить психологическую, больше воспитательную. Ну, здесь я добавлю немножко, здесь для меня, как бы, да, то, что долгое время проиграл в Европе, я видел, да, становление команд, возьмем последний мой финский клуб, это Олу Карпат. Задача была поставлена, поднялись с высшей лиги, команда вышла, и задача была поставлена в течение трех сезонов, трех сезонов, подниматься и подниматься, да. В итоге, как бы, первый год мы прошли первый раунд, во втором вылетели второй, мы прошли два раунда, а третий, последний год мы в Финляндии, мы дошли до финала. То есть здесь реально, то есть руководство клуба объяснило спонсорам, которые давали деньги, задачу то, что постепенно, 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 то есть трехгодичный цикл. Ну и потом-то в итоге Карпат там несколько раз подряд золото в итоге выиграл. В итоге, да. С Кайхейтелем, с нашим другом. Да, и после вот моего первого сезона в команде стали появляться молодые игроки, непосредственно воспитанники собственной школы, которые были действительно готовы уже играть роль третьего, четвертого звена. И это было каждый год. То есть два-три человека каждый год добавлялось в основную команду. Сергей Александрович, вы в Германии поиграли, там так же? Ну, наверное, да, потому что, скажем, там немножко постольным по-другому принципу. Ну, принцип таком уже, да, когда ты воспитываешь своих игроков из своей школы, добираешься, то они становятся для тебя намного дешевле, скажем так. Поэтому каждый раз покупать игроков из других клубов, перекупать там и все остальное, оно получается небюджетно. А выращивать своих игроков на счет там, счет базы там школы, базы там города, или там, скажем, каких-то регионов, которые помогают так и так спорту, да, и в свои игроки, которые будут жить в твоем же городе и за тебя за этот клуб играть, это бюджетнее. Ну и призыв, я как бы подытожу, да, призыв не к руководителям, а к хозяевам наших клубов, континентальной хоккейной лиги. Господа, наберитесь терпения. Небольшое лирическое отступление. Идем дальше о конкретно сезоне континентальной хоккейной лиги, который закончился позавчера. Давайте перейдем к магнитке. Илья Петрович Воробьев по ходу сезона возглавил команду и сколько раз уже отмечали. Я у Геннадия Ивановича сам спрашивал, Геннадий Иванович, а вы принципиально приняли такое решение? Ведь нечто подобное в истории магнитки уже было в 2007 году, когда Кинг сменил Конорейкин на Федор Леонидович по ходу чемпионата, и они стали чемпионами. Геннадий Иванович хмыкнул и говорит, мы это имели в виду. Так вот, скажите, пожалуйста, что это такое? Это вот действительно конкретный момент смены тренера? Или же это что-то другое? Алексей? Ну, не знаю, насколько это было осознанно принято. Раз сказал, что имели в виду, значит, так оно и было. И многие поговаривали еще до начала сезона, что Кинану, возможно, покинет Металург. Но это произошло только по ходу начала чемпионата. Там уже основное количество матчей прошло, и все видели прекрасные проблемы. Какие, Алексей? Какие были проблемы? Оборона. Оборона. Все об этом говорили. И в том числе видели, как плохо начинает Металург матч. И, кстати, по плей-офф тоже не было такого тотального преимущества никогда у Металурга. Поскольку всегда плохо, особенно дома начинали матчи, потом героически их пытались вытащить, пропускали сколько было потрясающих матчей, красивых, которые нравятся болельщикам. Но болельщики Металурга уже настолько привыкли к плохому и иногда кошмарному даже началу от Металурга, что уже даже не обращали на это внимания. Ну, там после первого периода 0-2 горят, ничего страшного, забьют, выйдут лидеры. Поэтому вот это основная оборона. И все прекрасно понимали, я думаю, что Илья Петрович, он потом тоже в интервью это сказал, что самое главное наладить оборону в своей зоне. И мы видели, что постепенно, постепенно, ну, плов уже понятно, что там по-другому никак не могло быть в своей зоне, начали налаживать игру на пятаке. То, за счет чего и выиграли. Андрей, а что удалось подправить Воробьеву в первую очередь? И вот знаете, вот опять Алексей сказал, в первую очередь Илья Петрович подправил дела в обороне. Это что, гены, что ли? Илья Петрович, Воробьев. Безусловно, то, что, да, это династия тренерская уже, да, сейчас об этом говорится. Вот, но понятно, да, то, что кубок выигран, и я думаю, что следующий сезон для Ильи Воробьева тоже будет, да, какой-то, да, оценкой. Вот, я бы хотел отметить то, что менеджмент, да, Металлурга во главе с Геннадем Ивановичем Величкиным, то, что все правильно, да, и та поддержка, поддержка тренерскому штабу, мы видели все прекрасно. И плюс добавление в тренерский штаб вовремя. Виктор Козлов появился, до этого появился Сергей Звягин. Вот, люди с большим опытом, и вот то доверие от именно руководства, да, от менеджмента, оно непосредственно, я думаю, что и игрокам, как бы, да, это было показательно, то, что здесь мы доверяем этим людям. Вот вы работаете, да, выполняете и слушаете, что вам говорят. Я думаю, что вот это тоже важный аспект. Сергей Александрович, а Воробьев в квартальном переиграл? Сергей Светлов? Ох, ну так, явно не скажу, что переиграл. Да, скажите, как вы считаете? Ну, я думаю, где-то, наверное, может быть, где-то переиграл, потому что все-таки было видно, что по ходу этого серии плей-офф финальной, да, нет, поменяло немножко стиль своей игры, поменяло рисунок своей игры, а ЦСКА нет, скажем так. Вот эта ситуация и позволила победить, скажем так, но, как говорится, кто выиграл, тот и чемпион, скажем так, да, и поэтому от него можно и отталкиваться, да. На каких-то моментах они просто переиграли, там были какие-то перестановки, были какие-то тактические действия изменены в плане своей зоны, по-быстрому пас, перевода флаг на флаг, то, что не было в первых играх, скажем так, вот первая игра началась, и те плей-оффы, которые до этого играли, немножко был другой рисунок. А тут они подстроились, нашли путь, подстроились под ЦСКА, а ЦСКА не менялась. Поэтому вот, может, какая-то небольшая тонкость появилась, что где-то как будто бы Илья Петрович где-то переиграл. Вот скажите, пожалуйста, и мне, и нашим уважаемым радиослушателям за последние несколько дней доводилось неоднократно уже слышать оценки экспертов и их, собственно, мнения о том, что вот игра, 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 и все сводится к тому, что хоккей — это игра, и магнитка переиграла ЦСКА. То бишь, несмотря ни на какие стили, несмотря ни на какие там особенности, повадки, индивидуальная особенность наших уважаемых хоккеистов, все равно это игра, и ты никуда от этого не денешься. Если будешь в нее играть, будешь чаще побеждать. Ну, аксиома, да? Если ты в нее не будешь играть, будешь бегать, то бегать лучше по овалу конькобежному. Правильно? Алексей Бюков? Ну, обычно говорят, что это игра, те игроки и команды, которые, ну, неудачно, скажем так, выступили, и всегда говорится, что у нас в стране во главу угла ставится результат. Результат одной командой получен, значит, все хорошо. Другой командой, несмотря на то, что седьмой матч, несмотря на то, что сумасшедший ажиотаж, и очень здорово играли, он не получен, значит, результат отрицательный, и, соответственно, мало кто будет доволен. А вот я разговаривал со многими, там, говорили, что очень многие, кстати, довольны, почему выиграла «Магнитка», поскольку такая фраза прозвучала. Опять же, это не я сказал, это многие говорят, что победил хоккей. Почему? Так, не знаю. Вот говорят то, что ЦСКА играл в такой навал, такое тотальное преимущество, набросы, да. Но вот многие радуются, что тот комбинационный хоккей, который показывает «Металлурку», он все-таки возобладал. Не знаю, правильно это или нет, но, по крайней мере, вот такое мнение есть. Человек, который всегда играл в хоккей, Андрей Патайчук. Ну, у меня были хорошие учителя, и мы учились у них, и один из них здесь по левую руку. В любой стране это все проповедуют, да, безусловно. Но то, что хоккей останется хоккеем, который мы любим, да, и за которым мы болеем, однозначно, потому что, если сейчас посмотреть, да, в том же, там, в Северной Америке, многие команды очень интересно хоккей показывают. Там возьмем тот же, да, там, Чикаго, как играют, ну, просто блестяще, да. Это тот же блюз в исполнении Тарасенко, Лехтера, который здесь, да, конечно, останется, безусловно. Исполнители будут решать все все равно, да? Ну, исполнители, может быть, в какой-то финальной, да, там, части, но команда, первостепенная команда. Ну, небольшое лирическое отступление, друзья, вы не подумайте, пожалуйста, это не окончание нашего круглого стола, это его только начало. Вот сейчас опять вопрос такой, может быть, в некоторой степени провокационный, хотя навряд ли, но не задать его я не могу. Вот на протяжении всего сезона все говорили, запад сильнее востока, запад сильнее востока, запад сильнее востока, чтобы Гагарина забирает клуб с востока. Как это можно объяснить, Алексей Бадюков? Были времена, когда, ну, лет пять, наверное, назад, действительно, восток был сильнее запада, поскольку все газовые компании были там, находились, и все прекрасно... И в Московской области. Да, 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 потом это все дело переменилось, и на самом деле, как-то сейчас подравнялось, может быть, в какой-то степени так оно и есть, что запад в совокупности посильнее востока, то есть, если там посмотреть статистику, кто сколько очков набирает, ну, мы не будем этого делать, но, опять же, вот это вот выражение, запад сильнее востока, и стало утопией для ЦСКА. Они сами, ребята, говорили, то, что, ну, зачем вы так, ну, понятно, что и там, и там хорошие археисты, две классные команды, тут важно было в финале сыграть на каких-то нюансах, но так вот резко уж говорить, что вот выиграет ЦСКА только потому, что запад сильнее востока, ну, это в корне неправильно. Андрей Патайчук. Ну, ЦСКА в прошлом году выиграла. Запад, да, говорили восток сильнее запада, да? Здесь не надо там разделять запад, восток, здесь все команды работают на благо нашего хоккея, на мой взгляд. Сергей Светлов. То же самое, скажу однозначно, что такое, но сейчас просто тенденция идет к тому, мы много что говорим, подгоняя под статистику, которую мы видим, то, как Леша сказал, что там игры, очки, голы, и вот по этим голам, даже по тем игрокам, кто находится, скажем, может быть, даже в сборной, на бате каких команд делают в сборной, поэтому, скажем, на бате там СКА, и поэтому, как будто Запад сильнее, там СКА, там ЦСКА, те, скажем, богатые клубы, которые сегодня у нас существуют, да, ну, якобы от них все и исходит, ну, и в целом по очкам, если, блядь, посмотри, так грубо, сухо, ну, поэтому, может, так вот, и разговор чаще ходит. Данная ситуация выступает, кто как сыграет между собой, скажем, это тоже немаловажный момент, я просто сейчас скажу, если бы вдруг бы попало бы в финал бы. Вот я и хотел задать следующий вопрос, да, вот прям УФА, УФА, ЦСКА, как бы, вот, Сергей Александрович. Вот поэтому, сложно сказать, попала Магнитка, Магнитка, вот такой клуб, который вот нашел момент и справился с ЦСКА. Я сомневаюсь, вот, так, если теоретически сказать, если бы какая-нибудь другая команда вместо Магнитки была бы в финале, то могла бы ли она ЦСКА обыграть бы. Вот вопрос. Ну, Сергей Александрович, ваше мнение, все-таки хочу услышать, вот, если не Магнитка, то это УФА, да, понятно, это финал Восток. Вот если УФА играла бы с ЦСКА, на ваш взгляд, вот, посмотрев бы сезон... Я не даю какие-то прогнозы, и сложно сказать, но по игре посмотреть, УФА, скажем, играла нестабильно, скажем так, у них были сумасшедшие матчи, классные матчи и очень плохие матчи, скажем, можно так сказать. Поэтому вот нестабильность, конечно, чаша без софтера переходит на сторону ЦСКА. Это и массивная, и мобильная, и мне кажется, что бы она ее просто смяла. Артем, а матч звезд, кто выиграл, Запад или Восток? А я это, честно, не помню. Я за такими мероприятиями не наблюдаю, Андрей Александрович, честно. А кто выиграл? Тоже не помню. Я не знаю, честно. Ты не посмотришь. Артем, хочу добавить, просто вот перед серией с ЦСКА, когда Металлург, я понял, что ЦСКА будет абсолютно непросто, после того, как я работал, да, и посмотрел серию Металлурга против Сибири. Поскольку Сибирь играет точно такой же хоккей, как ЦСКА, абсолютно. Это три тренера, Скудера, Скобелка и Кварталев, которые одной системы, которая прививает один и тот же хоккей. Согласна? Ну, я добавлю, да, то, что еще и «Магнитку» подготовила Екатеринбург. На самом деле, там тяжелейшая, наверное, из всех серий, которая была, за исключением финальной для «Магнитки» была, если вспомнить. Одна восьмая, первая сразу серия. То есть очень тяжело давались и голы, и, в принципе, и Андрей Разин, да, проповедник того же, да, тотального хоккея. Поэтому здесь «Магнитка» подготовилась, действительно. Первая была Екатеринбург, потом Сибирь подготовила. Потом Уфа. Да, поэтому, на мой взгляд, может быть, игроки «Магнитки» и тренерский штаб «Магнитки» так быстро перестроился. Да, ну и надо отметить, что серия с «Автомобилистом», кстати, Мазякин и Зарипов, там поначалу-то четыре игры, по-моему, вообще ни одного очка не набрали, и, пожалуйста, вот сделали выводы. Второе, третье звено вышло на первый план, и тем самым подготовили, не только первое звено подготовило себя вообще к пловуфу, но и остальные игроки, то, что, в конце концов, и выразилось в те самые решающие матчи. Сергей Александрович, а я тогда вот не пойму, Алексей сейчас сказал, что «Магнитка» натренировалась на Сибири, тяжелая серия в 1-8 финал, а у ЦСКА, получается, что такой команды, как «Магнитка», не было. Чтобы потренироваться перед финалом, так сказать, серию провести. В итоге, ага, все, я понял, «СКА» минова. «СКА» не дал бой в финале западной конференции ЦСКА, и вот такая ситуация. Ну почему? Вот такая же вот игра «СКА», они чем-то похожи, «Магнитка» такая же, игровая команда, также хорошее первое звено. Плохо тренировали, значит? Ну, наверное, нет, ну прошли довольно-таки, скажем, не скажу, там плохо, но прошли довольно-таки несложно, довольно-таки легко они прошли ее, скажем, если взять по серии, матчи были, конечно, нелегкие, но они вот 4-0-то выиграли, вроде бы, как будто так, с одной стороны, может, легко прошли, да? То, что ЦСКА-то разобрало большинство Санкт-Петербурга, да, и здесь видно было то, что с «Магниткой», да, как здорово они играли. Блин, Псачук. Как здорово они играли в меньшинстве, да, разобрали все. Я думаю, что здесь тоже какая-то подготовка однозначно была. Ну и против «Металлурга» тоже хорошо сыграли, всего один гол за серию, да. Но только лидеры забивали 5 на 5 как раз и в концовке. И, не знаю, дойдем мы до этой темы или нет, просто идем. Просто, Алексей, у нас сейчас буквально минута осталась, с этого и начнем. У меня еще куча вопросов, что-то я так подозреваю, что даже двух часов нам не хватит. У меня вот тут я просто как всегда готовлюсь, но это другая тема. У нас, друзья, еще минуты есть, о чем бы еще поговорить вот в это время, чтобы уже не перескакивать на новую тему, потому что сейчас опять начнем беседу, и на полуслоя. Да, нужно просто команды поблагодарить финальной серии за то, что предоставили праздник, праздник хоккея для болельщиков, для любителей хоккея. То, что они продемонстрировали, финальная серия просто была великолепная. Я лично получил удовольствие от этого. Ну что ж, дорогие друзья, у нас сейчас впереди очередная реклама, потом новости. Ну а затем второй час круглого стола, сегодня его хоккейная версия. Подводим итоги прошедшего клубного сезона, впереди чемпионат мира. О сборной также мы немножечко поговорим. И не забывайте о том, что через 34 минуты наша команда начнет матч евро-хоккей-тура против сборной Швеции. Гостевой поединок. И, естественно, до самой глубокой ночи мы здесь на Спорт.ФМ. Гости многоуважаемые. Кто изъявит желание, пожалуйста, оставайтесь. Но я-то уж точно останусь. И вместе с вами, дорогие наши радиослушатели, будем мы следить за хоккеем. Реклама Вот это я удачно в Либерти Страхование позвонил. Сэкономил на Каско целых 15 тысяч рублей. Не спешите проглевать свой полис Каско. Узнайте о специальных ценах на Каско в Либерти Страхование. 495-363-1212. Сравните цены за 2 минуты. 495-363-1212. Доставка полиса и оворком бесплатна. 495-363-1212. Либерти Страхование АО. Каждое утро, заходя в офис, начинаешь всем окружающим что-то доказывать. Закончив работу, сев за руль своего Порше 911, вдруг видишь, как на дороге все окружающие пытаются что-то доказать тебе. Забавно. И это стоит трудного дня. Только в Спорткарт-центре, крупнейшем автосалоне Порше Европы, самый большой выбор легендарных 911-х. Спорткарт-центр. 249-11-11. Пришло время изгнать дорогой домашний интернет. Возьмите рубль и повторяйте за мной. 8 800 700 8000. 8 800 700 8000. 8 800 700 8000. Добрый день. Компания Билайн. Слушаем вас. Избавиться от дорогого интернета в доме просто, если у вас есть рубль. Достаточно набрать 8 800 700 8000 и оставить заявку на подключение домашнего интернета и ТВ. Билайн. Просто удобно для тебя. Семейный квартал Наследия на Преображенке открывает двери своим жильцам уже в 2016 году. Только до майских квартиры от 10,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 725-5555. Проектная декларация на сайте наследи-дефизгалс.ру. Галс. Интеллигентный девелопмент. Правила жизни меняются каждый день. А слово «надежность» утратило смысл? Когда нет гарантии, время инвестировать в свое здоровье. Программа обслуживания «Гарант здоровья» в МЕДСИ. Это неизменная стоимость в течение года. Неограниченное число приемов. Вызов врача на дом. Цена программы от 25 тысяч рублей. Гарант здоровья. Сохраняйте самое главное. Подробности по телефону 7800-500 или на сайте медси.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Покорить ветер, ощутить вкус свободы, испытать ощущение полета. Все это возможно за рулем нового BMW X1. До 30 апреля Борисхов, официальный дилер BMW, делает уникальное предложение на BMW X1. От 1 миллиона 800 тысяч рублей. Плюс трейд-ин бонус. Подробности акцию официального дилера BMW Борисхов. По телефону 8495-745-1111. BMW. С удовольствием за рулем. ЖК Экадолье-Шолохова. 15 километров от Москвы. Просторные дома и таунхаусы. От 4 миллиона... 81 процент. Давление 739 миллиметров ртутного столба. Ночью плюс 4 с утра потепление. Завтра в пятницу 22 апреля. До 8 градусов тепла. И велика вероятность осадков в виде дождя. Круглый стол. И еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Круглый стол. Его хоккейная версия. Мы в замечательном составе подводим итоги клубного сезона в России. Ну и естественно, вот совсем скоро уже. Не знаю, правда, когда. Потому что вопросов у меня куча. Но обязательно поговорим о нашей национальной сборной. О предстоящем чемпионате мира в Москве и в Санкт-Петербурге. Меня зовут Артем Дроздов. Замечательные гости. Двукратный чемпион... Двукратный обладатель Кубка Гагарин. Трехкратный чемпион России Алексей Бадюков. Советский российский хоккеист, тренер, функционер. Человек, который в этом сезоне поработал в Чехии в качестве тренера. Андрей Потайчук. И олимпийский чемпион, чемпион мира. Экс-наставник команд континентальной хоккейной лиги Сергей Светлов. Ну и начинаем мы с самой любимой темы Алексея Бадюкова. Это тема спортсооружений. Что вот зацепило? Дополнение, да, то, что, может быть, и не хватило армейцам. Как раз стадиона. Такого, как Металлурге. То есть 7-700 вмещает он. И тот самый шестой матч, когда два с половиной периода ЦСКА владел инициативой. Очень здорово играл. И, казалось бы, уже ничто не помешает армейцам. И там мы могли они третий забить и выиграть этот матч. Но тут включился стадион. Ну, конечно же, удаление там сыграли. Но вот эта тематика, вот это давление от стадиона, может быть, и сыграло решающий фактор. То, чего не произошло как раз в седьмом матче. Да, была сумасшедшая поддержка. Но, опять же, очень было много знаменитых игроков. И не только игроков, но и артистов. Ажиотаж был сумасшедший. Вот они и молчали сидели, да? Не знаю, молчали или нет. Нет, но все равно привыкли, когда фанатов много и тех же простых людей, которые просто пришли поддержать. То есть они не пришли, допустим, просто на хороший и крутой матч, где их, возможно, покажут. Или еще что-то в этом роде, да? Ну, а именно пришли поддержать свою команду. Вот таких людей, может быть, и не хватило. И имея в Москве столько таких хороших сооружений, вот три, сколько там, мещает, там, четыре тысячи, да? Нет, пятьдецот СССР. Пятьдецот, но все равно маловато, да. И я думаю, что можно было бы сыграть. И в дальнейшем, я думаю, будет такая практика. Хотелось бы пожелать СССР, ну, чтобы и построили свой стадион. И в дальнейшем мы играли на таких больших аренах. Ну, а теперь такое краткое лирическое отступление от Андрея Птычука. Человек поработал тренером в Пардубице. Команда в этом сезоне боролась за сохранение места в экстралиге. Там, Андрей, ты рассказывал, просто хочу попросить тебя озвучить, как там с этим обстоит дело. Команда борется за выживание, но при этом какой там стадион, как он заполняется. И к чему... Ничего страшного в этом нет. Мы должны просто к этому стремиться, и все. Ну, действительно, ты прав. То, что команда находилась на 12-м месте и боролась за выживание. В итоге, спасибо Богу, что команда осталась в Пардубице, потому что Пардубице – это хоккейный город. Наряду, наверное, с Пражской Спартой, да. И вот, один из такой сильнейших городов хоккейных. И на команду, действительно, команда на 12-м месте находилась и боролась за выживание. Ходило 7-8 тысяч, а предпоследняя игра 9-250, по-моему, была. Последняя игра, где все решалось, 10 тысяч было зрителей. Вот так вот, дорогие друзья. Сергей Александрович, есть что добавить по поводу спортсооружений? Тоже поиграли, поработали? Не, ну, конечно, когда у тебя большой стадион, и много болельщиков приходит, и он полный. И тем более, финальный матч, который хочется как можно больше пойти. И когда летов не хватает, и народ хочет, и не все могут, ну, конечно, все-таки приятнее играть на большом стадионе. Сергей Александрович, а вот скажите, вот, опять же, вот разные мнения. Кто говорит о том, что вот, да ладно, там 10 тысяч, там 20 тысяч, все равно спортсмены, хоккеисты на льду, и никто ничего не слышит. Как на самом деле? Все слышат. Все слышат, да? То есть реально как-то вот на таких профессионалов, которые, собственно, собраны в континентальной хоккейной лиге, вся вот эта аура и шум может повлиять? Может. То есть коленки затрясутся, Сергей Александрович? Ну, у всех по-разному. Поэтому, говорю, что есть опытные игроки, которые давление ощущают и понимают, что иногда даже мы игрокам говорим, ребят, такой вот, публика такая, так, стадион такой, с хорошей поддержкой, поэтому будьте готовы, и мы их предупреждаем, и на некоторых может повлиять. Алексей, на вас это влиял? Абсолютно влияет. Особенно влияет, когда ты играешь дома. То есть, если ты устал, если у тебя как-то накапливается, особенно в финальных матчах, усталось, и ты чувствуешь, что тебя болельщики поддерживают, то есть ты вяжешь, можно сказать, дополнительные силы появляются на 120-130 процентов, и это очень сильно. Ну, и опять же, может повлиять на соперника, на вратаря, такая шумовая поддержка, и в ключевой момент сыграть решающую роль. Андрей, ну вот в том матче, о котором говорил ты, пордовец, помогли болельщики вам? Конечно, помогли. Они не просто сидели, да, и смотрели за хоккеем, они болели. Чувствуют, да, чувствуют. Чувствуют, и действительно, как всегда говорится, это седьмой игрок. Это колоссальная поддержка. Тем более, да, в концовке там матча, когда болельщики за тебя болеют. Ну, возьмем даже тот же Слоун. Братислава. Братислава, да. Это постоянные, постоянные полные трибуны. И если команда, допустим, ну, просто я помню, мы с Милошем, по-моему, со СКА были, когда там они проигрывали, и в концовке за минут пять просто весь стадион встал и хлопал этих пять последних минут. И в итоге как бы гнали свою команду, и Слоун удалось сравнять счет. Понимаешь, это колоссальная поддержка. Вот теперь вот еще один вопрос, который меня, ну, не то чтобы мучает, очень интересно ваше мнение. Начинаем с Сергея Светлова. Сергей Александрович, вот все-таки в итоге чемпион, я не говорю сейчас обладатель куба Гагарина, чемпион России, где должен определяться? По итогам плей-офф или по итогам регулярки? Потому что, я думаю, Алексей присоединится к моему высказыванию. Все-таки там тоже красивый кубок. Это все-таки золотые медали. Звание чемпиона России. Получается, что награждают, дают, ну, собственно, выдают, отдают кубок Гагарина, а непосредственно национальное переносито, оно, вот его значимость нивелирована. А там тоже, между прочим, красивый трофей. Ну, трофей-то красивый, но почетнее кубок. Ну, там тоже кубок, Сергей Александрович. Может быть, как-то все-таки через регулярку? Может, название, но по-другому придумать. Нет, получается. Или кубок, получается. Но кто выиграет конференцию, тоже дает красивый кубок. Опять, да? Да, постоянно дает кубок. Проклять, это сработало в очередной раз. Кто выигрывает национальный чемпионат, не выигрывает кубок Гагарина. К этому как относятся хоккеисты, Сергей Александрович? Вот как ты всем суеверил, а? Очень внимательно. Давит? Ну, не давит, а я думаю, что у всех хоккеистов, у всех спортсмены, все суеверные. Там, конюк с левой ноги завязать, там, или побриться, или не побриться. Вот видите, сколько хоккеистов. И трениров не бреются во время плевов. Это тоже какой-то, типа, так сказать, верой во что-то. Поэтому, наверное, какая-то подспудная сторона есть. Ну, а мнение Алексея Бадюкова? Ну, конечно, с уверией есть. Никуда от этого не деться, поскольку во время, когда идет плевов, ответственные матчи вообще все это дело нарастает в разы. Кто-то интервью не дает, кто-то, правильно, с левой ноги, там, с правой, не знаю, плохо спит, боится, что... Никто не боится, что он неправильно сыграет. Понятно, что в таких решающих матчах все обучены, там, и почему опыт здесь играет решающую роль. И все переживают, что не получится сделать, и не повезет в какой-то момент, когда, ну, возникнет момент, там, грубо говоря, ты один на один выйдешь, и, ну, просто не повезет. Ты все правильно делаешь, да? Ну, не повезет, и все. И вот из-за этого народ и переживает, становится все верным. А, я коньки одел с правой ноги, я же сюда слева. Да-да-да-да, и сразу начинаешь искать. Мы спортсмены, действительно, очень суеверные люди. Андрей, а то, что вот, когда с Милошем вы вывели «Атлант» в финал Кубка Гагарина, вы сразу решили не бриться? С самого начала или нет? Ну, мне это проще. Почему? У меня мало растет. У меня детское лицо, а у Милоша, как бы, да. Как Дед Мороз. Ну, Милош, как бы, да, принял решение осознанно и не брился, да, действительно. То есть сразу, прямо с самого начала вместе с командой? Да, вместе с командой. Ну, там, если рассказывать про «Атлант», там много чего можно рассказать. Там команда, действительно, как семья жила и многих вещей. И я до сих пор это помню. Даже мы не завоевали этот кубок, но впечатление осталось, я думаю, что до конца жизни. Ну, сейчас, друзья, давайте мы уже так немножко подытожим разговор о континентальной хоккейной лиге. Можно, в принципе, без остановки. Но все-таки регламент существует. Давайте по итогу, так сказать, слову каждой сезон в целом. Алексей Бадюков. Мне очень понравился. И было разнопланово. И особенно регулярно, если начать с регулярного, то, что начало было просто сумасшедшим. Очень много команд, которые выстрелили хорошо, влился. «Спартак» мне очень понравился. И, несмотря на то, что не попали, но задавали жару там некоторым. В некоторых играх было, ну, просто приятно посмотреть. Потом, ну, опять же, лидеры начинали так, как нужно, да. И мы здесь самое главное видели, как команда меняется. Вот что я увидел. Команда может поменяться по ходу чемпионата. То есть мы раньше привыкли, что вот команда играет в один хоккей, да. И кто бы там ни приходил, у руля не становился, то не меняется абсолютно ни лидера, ничего. Но мы увидели в некоторых командах, как может варьироваться вот это все. Андрей Батачук. Интересно. Весь сезон. Если что-то там небольшая пауза, небольшой провал, да. И интересный сезон, и регулярный чемпионат, и плей-офф, и много веселого было, и негативного, и писалось, и говорилось. То есть, ну, отлично, то есть, добавить нечем. Шаг вперед. Есть? Начнем с нападающих. Так, лучше нападающих. Алексей Бадюков, мнение. Можно взять паузу. Самоотвод нельзя. Ну, Томазякин, Радулов, это те нападающие, которые, опять же, кто в основном вверху по статистике, там, Шибачев, Додонов, я бы не стал вносить. Я думаю, что и сами они себе не внесут этот сезон в зачет, поскольку и самая главная цель не достигнута, хоть и набрали много очков. Но, опять же, учитывая того, что как действовал Мазякин в нужный момент, да, были у него какие-то моменты, когда он не... Ну, и плюс еще он приблизился к рекорду Бориса Петровича. Бориса Петровича, да, четыре шайбы у него осталось. Я думаю, что в следующем сезоне они вместе обнимутся, да, и поздравят друг друга с этим. Ну, вот, я думаю, что Сергей Мазякин. Андрей Пятачук. Защитники? Не-не, нападающие теперь. Нападающие. А здесь добавить нечего, здесь все сказано абсолютно. Я бы, может быть, добавил Голышева с автомобилиста. Действительно, прогресс, молодой парень. Что касается защитников, ну, понятно, да? Защитники чуть позже. Сергей Александрович, нападающие. Да хватит, наверное, все уже сказали, ребята. Я думаю, что нагласно Сергей Мазякин получил приз, и он заслуженно получил. И рекорд сегодня в этом году поставил. Так что больше добавить нечего. Ну, давайте тогда... Артем, Артем, Артем. Если по амплуа брать, то я бы Ян Коваржа отметил. Сумасшедший сезон для него. Он мало того, что лидер по брасу неплох был, мало того, что он по хитам лидер своей команды, так он еще и сколько очков набирал. Все от него и в большинстве, и также 5 на 5 он здорово действовал. Это один, ну, наряду с Умарком, один из лучших легионеров, наверное. Ну, вот 7-го числа, 7-го мая мы посмотрим, какой... Я бы еще добавил Зарипова, конечно. Четырехкратный. Да, четырехкратный. И где Данис появляется в какой тройке, она всегда результативная. Может быть, где-то незаметен, но играет здорово. Сергей Александрович, кого-нибудь вспомнили или нет? Все, идем дальше. Защитники. Алексей Медяков. Защитник, давайте так. Нет, если на ваше усмотрение защитник, защитники это уже как... Защитник Ли. Крис Ли. Это человек, вот со многими разговариваешь, просто вот кто вживую смотрит на него, просто восхищается. Его спокойствие, его умение кататься, и все прекрасно знают его возраст, 35 лет. Как он двигается, что он делает, это просто колоссальный опыт. И он, на мой взгляд, лучший защитник. Андрей Пятачев. Да, у Смагин Тогорска, наверное, Берякова я бы отметил. Женя? Да, естественно. И плюс, на мой взгляд, открытие этого сезона Пайгин из Сочи. Сергей Светлов? Ну, согласен. Может быть, добавлю еще Зайцеву, скажем так. Его нестандартная игра. Он очень такой атакующий, играющий защитник, который очень помогает, скажем, впереди. И вот с его там метрыми бросками, которые нападающим подрабатывали, да, скажем так. Тоже очень большой залог для первой пятерки ЦСКА. И в целом ЦСКА для игры всей команды. Вратарь. 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 Как вам больше нравится? Алексей Бедюков. Алексей Бедюков, ты подрабатываешься. Конечно. Конечно же, Сорокин, который в его возрасте и в сборной основной кандидат, может быть, себя еще и проявит и переплюнет Кошечкина в конце концов, да. Ну, понятно, что вот это... Опять же, да, мы магнитка ЦСКА, опять мы еще под впечатлением финала, да. Ну, Кошечкин, то, что сделал Кошечкин и то, как правильно его использовали, это, конечно же, говорит о многом. Я думаю, что они с Мазякиным, кстати, и спорили в какой-то момент насчет АМИПИ. И вот, честно, мое мнение, я когда смотрел, я думал, Вася дал, честно. Ну, вот, наверное, сыграл тот гол от Дакоста из центрального круга вот против него в какой-то момент. Ну, Сергей Мазякин, сколько он матчей вытащил, опять же, нельзя сопоставлять. Лучше, может быть, если было две вот эти монетки, да, два приза, может быть, отдали бы одному и второму. Андрей Пятачев. Ну, безусловно, безусловно, от ЦСКА Сорокин. Что касается регулярного чемпионата, это Мурыгин. И из Ярославля. Из Ярославля. Сергей Светлов. Да, согласен, как получается, я третьего выступаю. Секлычка называет, да. Я намек Кошечки. Вася Кошечки, однозначно. Вася Кошечки, мне больше нравится, потому что я с ним как-то знаком, немножко довез вместе поработать, поэтому я голосую за Васю. Хорошо. Сергей Александрович, мы начинаем с вас. Я намек-то понял. Легионер. Легионер. Ну, вот, я думаю, что вот эти легионеры, которые выступали, скажем так, как вот Зоуфо Уборг, скажем, можно назвать, довольно-таки интересный, необычный хоккеист. Вот, скажем, Алеша сказал, Лем не очень понравился. Скажем, вот, когда, скажем, Магнит началась серия без него, это очень чувствовалось. И с его приходом преобразилась игра команды. И учитывая то, что он находится почти 30 минут на льду, 29 лет там было, просто это феноменально. Вот это вот именно его место, его позиция, его роль очень высока. Вот, и Леша тоже сказал про Коваржа. Скажу, вот эти вот игроки, которые сегодня, вот, они себя показали в серии плевов. Вот, и я скажу, что здесь достойны. Эти игроки, которые можно назвать, что они из самых лучших. Андрей Птайчук. Коварж Баченский, Ландин, на мой взгляд, великолепный сезон провел. Если посмотреть по статистике, регулярный чемпионат, ведь там среди наших лучших защитников мало очень, да. Вот, и в основном все легионеры. Алексей Беликов, добавлю к тем, кого назвали, да, коллеги... Тут тоже есть свой плюс, последним. Подумал, услышал. Нет, это были Сани Лепеста, который, ну, из-за того, что Слава дальше не прошел, наверное, он и потерял вот это. А так, один из лучших легионеров, защитник. Наряду с Ли, наверное, одинаковый, у них примерно одинаковый стиль. Вот это, они могут подключиться и надежно сыграть в обороне. Ну, и, конечно же, Дакоста, который просто своей энергией поразил. Где-то он переборщил, конечно же, в финале уже. Но сколько он... Он больше всех бросил по воротам. Он очень много забивал. Он приблизился к Мазякину по победным голам. Ну, очень много. Ну, и, конечно же, Плэд, если бы его не смазал вот это вот своим дисклификацией, то он бы, наверное, и подходил бы к этой когорте. А так, получается, что Дакоста лучший. Лучший тренер. И можно не касаться, точнее, не приклеиваться к финалистам. Алексей Бутяков. Если не приклеиваться, не знаю даже. Ну, опять же, вот в Национальной хоккейной лиге я сколько раз замечал о том, что команда выиграла, а дают звание лучшему тренеру, не тому человеку, наставнику, чья команда выиграла Кубок Стэнли. И это абсолютно нормально. Лучший он и так. Понятно, что он уже выиграл. Он тренер-чемпион. А вот лучший тренер, если сопоставить все факты. Ну, я бы подумал насчет кандидатуры Захаркина. Поскольку он пришел в клуб, все просто в восторге были, как поменялся стиль игры. Там вопрос, почему это все делал. Ну, и плюс еще, конечно же, скобелка. Андрей Птайчук. Ну, для меня, наверное, да, Захаркин, скобелка. Понятно, что квартально Форобьев однозначно. Здесь много факторов. Как тренер работает, какая поддержка. Немаловажный факт финансирования клуба, когда идет задержка в зарплатах. Как держать команду, как ее настраивать, как ее готовить. Здесь очень тоже важно это. Сергей Александрович. Ну, я согласен с ребятами, что правильно всех ребят назвали, которые действительно достойны. Я, может быть, добавил бы Андреевского, потому что с командой Владивостока, которые, скажем, они в начале сезона, в пресс-сезоне, скажем так, да, поменяли почти полностью команду. И с нуля команду вывести на четвертое место в регулярной аркетии, что это достойно. Реклама И скидки до 70% сделают эту ночь особенно приятной. Подробности на сайте 3kita.ru Сегодня описать настоящую мощь можно всего одним словом. G-Drive Топливо нового поколения зарядит автомобиль энергией. И каждое нажатие на педаль газа принесет удовольствие. Благодаря активному комплексу присадок, G-Drive гарантирует дополнительную мощность и улучшение динамики разгона. Поэтому Ягуар выбирает G-Drive. Почувствуй мощь и драйв. G-Drive – это мощно. Эксклюзивно в сети АЗС «Газпромнефть». 25 сентября состоится главное беговое событие страны – «Московский марафон». 30 тысяч спортсменов соберутся в Лужниках и пробегут по уникальному маршруту в самом сердце Москвы. Для участников будут доступны две дистанции. «Марафонская» на 42 километра 200 метров и «Забег-спутник» на 10 километров. Успейте зарегистрироваться на «Забег». Записывайтесь в «Волонтеры» и приходите поболеть за друзей. Подробная информация и условия участия на сайте «Московмарафон.орг». Ты на работе, а у тебя дома ремонт. У тебя ремонт, а у ребят кончилась шпаклевка. Когда ребята скучают, ребята танцуют. А ты берешь полдня за свой счет, берешь такси, чтобы успеть до закрытия, берешь все подряд, чтобы в следующий раз не брать полдня за свой счет и новую люстру тете Любе. Чтобы не вышло себе дороже, покупай в Петровиче. На нашем сайте вы найдете любые стройматериалы и получите заказ в тот же день. Петрович с теми, кто отважился на ремонт. ООО «Строительный торговый дом Петрович». Юридический адрес 192-102, Санкт-Петербург, улица Салова, дом 46. Литер В, ОГРН, 106-784-754-56-55. «Хамелеон». Новый портал и мобильное приложение. «Хамелеон». Новый, яркий, для тебя. Интернет-радио всех стилей, жанров и направлений. Уникальный видеоканал. Звезды, кино, красота и не только. Интересные события со всего света. Заходи на сайт или загружай приложение. Портал хамелеон.фм. Теперь везде, где есть интернет, теперь везде, где есть ты. «Хамелеон». Делает твой день ярче. 12+. Каждое утро, заходя в офис, начинаешь всем окружающим что-то доказывать. Закончив работу, сев за руль своего Порше 911, вдруг видишь, как на дороге все окружающие пытаются что-то доказать тебе. Забавно. И это... Почему я продал свою машину в Карпрайс? Да я не люблю рисковать, ценю свое время. Приехал, сразу получил деньги, никаких проблем. Это как трейд-ин, только выгоднее. Да, я рекомендую карпрайс.ру До Чемпионата мира по хоккею осталось 15 дней. До Евро-2016 – 50 дней. До Олимпийских игр – 106 дней. «Спорт-ФМ». Мы делаем спорт ближе. Круглый стол. Еще раз здравствуйте, друзья. У нас круглый стол. Хоккейная его версия. Мы так потихонечку подходим к завершению беседы. Но хоккейный вечер на «Спорт-ФМ» по сути своей только начинается. Наши юниоры в четвертьфинале Чемпионата мира на... Точнее, где-то за минуты три до окончания первого периода проигрывают «Финнам» со счетом 0-1. Ну и в Швеции стартовал поединок «Евро-хоккей-тура». Команда «Трек-Рунер» хозяйка льда принимает сбору России. И тут же наши, прямо на первой минуте, пропускают шайбу от какого-то бородатого товарища. Ну, друзья, мы будем так возвращаться к хоккею обязательно. Но все-таки беседа, круглый стол. Меня зовут Артем Дроздов. И у нас замечательные гости. Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Гагарина, Алексей Будюков. Советский российский хоккеист, тренер, функционер Андрей Патачук. Олимпийский чемпион, чемпион мира, экс-наставник команд континентальной хоккейной лиги Сергей Светлов. Ну что, вот так вот сразу же с места в карьер мы не можем просто от хоккея. Мне просто... Вы, друзья, поймите, у меня сейчас очень тяжелая работа. Мне сейчас нужно вопросы задавать. И стараться гостей отвлечь от двух мониторов. Это, наверное, сделать нереально. Но мы все-таки попробуем. Классом, товарищ, под 86-м номером. Такой с приличной, приличной скандинавской растительностью. Да, похож на Уморка, кстати. Они, кстати, чем-то похожи и по технике, и по катанию. И я очень много видел моментов в исполнении его, когда он голы забивал довольно-таки техничных хоккеистов. А вот скажите, пожалуйста, в данной ситуации, да, мы вот все-таки в ближайшее время заключительную часть, четвертую часть нашего круглого стола посвятим вопросам сборной. Вот мы говорили про болельщиков, о том, что это действительно влияет, что хоккеисты, находясь на льду, действительно все слышат. Кто-то мандражирует, а кого-то это действительно, так сказать, мобилизирует. Предстоит чемпионат мира домашний. И начинаем с Сергея Александровича Светлова, который в 86-м году в Москве в составе сборной Советского Союза просто выступал, а этот домашний чемпионат мира выиграл. Вот что такое, Сергей Александрович, объясните, пожалуйста, нашим радиослушателям играть за национальную сборную при своих болельщиках. Когда, ну по сути, вот параллели можно провести, и тогда от сбора Советского Союза требовалась только победа, и сейчас требуется только победа. Ну я думаю, что дома играть намного приятнее и почетнее, скажем так, и ответственнее. Это вот тоже очень эти моменты, которые ты уже понимаешь. И я думаю, ты больше на виду, чем ты играешь за рубежом, скажем так. Одно дело тебя смоют по телевизору, а другое дело тебя смоют там несколько тысяч человек живьем. Это более ответственный и, скажем, более эмоциональный, скажем, помогает тебе собраться, настроиться и показать все самое лучшее, что ты на сегодняшний момент можешь. Андрей Птайчук, впереди домашний чемпионат мира, и вот здесь вот сама постановка вопроса «Только победа». Она правильна? Ну она всегда у нас была, и с советских времен, и сейчас только главные места, высокие места, однозначно. То, что касается домашнего чемпионата мира, я думаю, будет колоссальная поддержка. Опять же, да, то давление, то, что упомянулось, оно будет, безусловно. Алексей Будюков. Ну, надо прежде всего, понятно, что будет и поддержка, и давление, и задание выиграть этот чемпионат. Никто не снимал, но мы должны учесть пример первого канала, кубок первого канала, то, что произошло там. И ни в коем случае не пускать на самотек такие вещи, как начало матча, поскольку начало вот такие... Ну, это понятно, это все разумные вещи, все прекрасно знают и всегда говорят своим игрокам. Но вот те самые вещи, которые сыграют негативно в нашу сторону именно на этом кубке, и опять же, берем домашний чемпионат мира, последний, который не так удачно сыграли, да, опять же, не вышли в финал. Но вот такие вещи, они в любом случае будут возникать. И те команды, которые, хоть они сильные, не сильные, все сильные команды, они, которые приедут к нам на чемпионат мира, будут всегда понимать, что русские будут у себя играть с удвоенной энергией и будут хотеть победить. Но команды, которые приедут к нам сюда, они тоже будут играть с удвоенной энергией, потому что впереди кубок мира. Число 16, они уже определили, да, наши соперники. Но вот за остальные места пойдет борьба, и плацдарм – это именно лед Москвы и Санкт-Петербурга. В этой ситуации не то, что как нам быть, да, а вот исходя из того, что мы видели по ходу сезона, исходя из того, что приблизительно мы понимаем, какой будет состав, реально ли нам рассчитывать на победу в этом турнире, Сергей Саныч? Ну, сложно сказать, однозначно, но тем не менее, я думаю, что наши ребята всегда хорошие. Хоккей показывали, показывали, мы понимаем, что мы верим в наших ребят, и они показывали достойный хоккей, и я думаю, у нас лучшие ребята, которые у нас будут. Сейчас у нас в их время есть, скажем, отбор, и подготовительные моменты есть, адресский штаб решит, кто действительно достойно выступает. И просто мы их будем поддерживать, будем в них верить. Андрей Хачук. Безусловно, поддерживать и верить, и будем надеяться, то, что наши ребята покажут тот хоккей, который, да, не умеют играть и завоюют для нас самые высокие места. Но то, что касается, вот ты упомянул, Кубок Мира, на мой взгляд, многие хоккеисты все-таки предпочтение дадут Кубку Мира. И многие не поют на чемпионат мира. Из НХЛ, я имею в виду. Я даже могу судить по комплектации сборной Чехии. Многие игроки отказались. Ну, понятно, а те, кто приехал, они будут всячески стараться попасть на Кубок Мира? Ну, безусловно, попасть на Кубок Мира. Но я показать себя, и тем более против нашей сборной. В наших родных стенах в Москве будут играть с удвоенной энергией. Алексей Бельков. Чемпионат мира вообще скоротечный этап. Здесь очень много может быть случайностей. Я думаю, мы должны быть готовы ко всему. То, чтобы поддерживать свою сборную, верить в них. И желать только победы, прежде всего. Это, конечно, само собой. Но все прекрасно должны понимать, что современный хоккей таков, тем более на таком уровне, что может произойти все, что угодно. И поэтому, думаю, надо всем готовиться. А игрокам тоже? Они все готовятся, 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 готовятся. Уже еще две недели до чемпионата мира. Они все готовятся и готовятся, готовятся, готовятся. Сергей Александрович, а сколько вы готовились? Понятно, что весь год. Но вот перед непосредственным турниром. Мне сейчас память не изменяет. Но, по-моему, мы собирались почти за месяц до начала чемпионата. У нас немножко был календарь другой чемпионат страны. У нас было всего команд поменьше. Было всего 44 игры с чемпионата. Скажем, у нас было 12 команд в суперлиге или высшей лиге, в то время называлось. И было 12 команд. Мы играли 44 игры. Плюс, скажем, евро-туры были, поездки были коммерческие. Там очень много игр было как таковых. Но я помню, что календарь был подведен к тому, что где-то за месяц до начала чемпионата заканчивался. И мы месяц почти готовили. Я помню, там еще недельки-полторы-две мы уходили ото льда. Бегали, были на земле. Кроссы, атлетизм. Потом приходили на лед. И был полный серьезный подготовка к этому миру. То есть приблизительно сейчас получается, что у Зарака то же время, что и было в Советском Союзе? Ну и молодежная сборная-то в те времена тоже очень долго находилась на сборах. Мы практически 25 дней находились на сборах. Алексей, как вы считаете, это правильно или нет? Или тут как не определишь, правильно или неправильно? Результат будет, значит, правильно. Если не будет, значит, неправильно. Да, как показывает практика, так и одно и есть. И финал КХЛ тоже. Ну, кто выиграл, тот, как говорят, все правильно сделал. Очень правильная вещь, то, что сейчас происходит в сборной, и Знарок это и подтверждает в своих интервью, то, что ротация и конкуренция очень высокая. Независимо от того, из НХЛ приехал кто-то, или из КХЛ, или молодой, опытная ситуация с Ковальчиком это показывает. Что если Знарок видит, что на данный момент не видит сборной игрока, то он не будет играть и как-то подгадывать или еще что-то. И вот поэтому мы видим, по этим даже матчам каждый выходит и пытается доказать. И у кого-то получается, у кого-то нет. Это специфика такого хоккея. То, что в нашем чемпионате один хоккей, там, на европейском уровне другой. И опять же, повторюсь, да, скоротечность турнира. Тут на первый план может много факторов выйти других. Дорогие друзья, опять практически уже 6 минут сыграно в первом периоде матча Швеция-Россия. Это Евро-Тур. Мы проигрываем со счетом 0-1. На самой первой минуте пропустила сборная России эту шайбу. Перерыв в поединке четвертьфинальном юниорского чемпионата мира, где сборная России играет с командой Финляндии. Там также 0-1 не в нашу пользу. Сегодня, кстати, ворота сборной России защищает Семен Варламов. И у меня тут же вопрос. Понятно, что в обойме Сергей Бобровский уже народ сказал, что он завтра, послезавтра Сережа будет защищать ворота нашей национальной команды. И вот мне, если честно, обидно. Обидно. Это, скорее всего, либо не будет Сорокина, либо не будет Кошечкина. Но и тот, и другой. Сергей Александрович, заслужили место в сборной? Или играют сильнейшие? Ну, я думаю, в этой ситуации играют сильнейшие. Семен Варламов. А ребята хорошо пугали сезон. И Сорокин, и Кубасик Кошечкин. Но тут сложно сейчас сказать. Давайте это, давай так. Это уже наше мнение будет. Я думаю, тренерский штаб, который в следующий момент готовит команду, отвечает за результат, они принимают какое-то решение. И должны принять его решение. Эти или те игроки будут играть. Они сейчас вот делают, проходит там подготовка, проходит там предварительный пантовительный матч из пятого мира. И они решат, кто здесь, кто будет играть. А поэтому сказать правильно или неправильно решили, но это уже решили. Которые будут сдерживать, таскать рояль. И здесь есть игроки, которые будут играть на рояле. Здесь все зависит от тренерского штаба, какие игроки им нужны будут на данном этапе. Андрей, Алексей, прошу прощения, Алексей Бедюков, обращаюсь. А важно ли вот в этой ситуации, что вот связочки, да, Мазякин-Зарипов, которые вместе играют. Или сейчас вот, ну, если случится, не дай бог для ребят, но для сборной это было бы супер. В Чикаго освободятся там, да, Панари-Нагисимов. Это очень важно. И сейчас даже та сборная, которая в данный момент на льду находится, да, и мы видим связки. И вот, и то, что изначально Знарок сделал, там, тройку, да, из Сибири пригласил, даже целую пятерку, да, в итоге там из-за травмы Меншиков покинул и остальные. Но просто связки вот эти, они очень важны, когда игроки друг друга чувствуют. Опять же, я бы отметил, что Семина обязательно пригласят. И тут даже не говорить то, что два матча, которые он против Чехов провел, очень здорово. И многие отзывались, то, что не ожидали именно от него, то, что он выйдет на такие лидирующие позиции, и очень здорово будет смотреться именно на фоне своих молодых. То есть молодые игроки, конечно же, показывали сумасшедшую вообще энергию, и это здорово, да. Ну, даже на этом фоне Семин очень здорово и в скорости смотрелся, но, опять же, техника. Тут очень важно на больших и хороших скоростях показывать именно технику и комбинационный хоккей. То, что Семин и умеет. И тот же Зарипов тоже в нужный момент, в нужном месте, он может оказаться таким столпом для Знарка и неким связующим звеном, который поможет найти некий симбиоз между игроками и тренером. Ну, вот мы сейчас вспомнили эти поединки против сборной Чехии, там очень здорово смотрелись как раз армейцы, Любимов, Телегин. У них есть шанс? Конечно. Или после финального раунда уже тренеры, имея такой большой выбор, да, вот опять везет. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо для сборной России, что Сент-Луис попадает на Чикаго, и там однозначно либо Тарасенко, либо вообще вдвоем приедут. Еще там у нас команда национальной хоккейной лиги, насколько я знаю, Датсук, он уже сдал согласие, если Детройт не пройдет дальше, Паша приезжает в Москву на чемпионат мира. Ну, конечно же, здесь надо посмотреть насчет Телегина и Любимова. Да, да. Поскольку Любимов здорово, да, смотрелся на этапе Евро-тура, но последний седьмой матч он не играл. Он выходил не с Радуловым, а вообще выходил вот со Столяровым и с Петровым, потом его убрали. Ну, не знаю, мне показалось очень хорошо, эта тройка играла. Может быть, вполне возможно, какую-то травму получил. Телегин тоже очень... В какие-то моменты здорово действовал, но Радулу в тройку нужен такой игрок, как Плэт. На мой взгляд, вот такого амплуа надо найти вот именно у нас сборной, чтобы он дополнял, чтобы Радулов кормил, как говорится, его шайбами в большинстве, и тот на пятаке работал очень здорово. Телегин на уровне сборной, мне кажется, да, он может хорошо справиться, но все-таки нужен немножко такой сбитый игрок, который, ну, опять же, типа Плэта. На мой взгляд, Андронов идеально подойдет под эту вот модель. Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, вопрос к Сергею Светлову. НХЛ нам поможет в этой ситуации? Стоит ждать до конца? Кто там освободится после второго раунда, там и так далее, и тому подобное? Или нужно все-таки формировать состав прямо здесь, прямо сейчас? Ну, я думаю, что, может быть, место 23 бы оставить до конца, да, по мере возможности, я думаю, она никак не помешает. Да вы шуток, да, если вдруг? Не примеди Господь. Ну, а почему бы нет? Я думаю, что если есть такая возможность, там, одно-два места оставить, и потерпеть, и опять сложно сейчас сказать, на каком сейчас этапе наша команда будет находиться, посмотрим, какие ребята вообще освободятся, и как они сейчас запомнят эти промежутки, эти моменты, пустые моменты, которые, как бы, тренерский штаб рассчитывает, да? Вот, и надо посмотреть, подумать. По идее, я думаю, что, да, если ребята, которые достойно могут освободиться, почему бы не подождать? Андрей Китайчук, по поводу вот этих мест и по поводу национальной хоккейной лиги? Ну, конечно, безусловно, это помощь. Помощь, и мы помним, да, примеры, когда приезжали на 2-3 матча ребята из НХЛ, и, безусловно, помогали. Конечно, помощь. Здесь возвращается к тому, то, что нужно для тренерского штаба. Победа. Победа, однозначно. Победа всем нужна. Одна. Одна на всех, да. Мы за ценой не постоим. Выбор огромный. Выбор огромный. И здесь только решение тренерского штаба сборной. Алексей. Сергей правильно сказал, что 2-3 места нужно оставлять, поскольку нужно точечное будет усиление, поскольку после Евротуры этого этапа уже будет, наверное, определен состав, конкретно, что костяк, и там 95% его будет определено, кто будет биться за золото в Москве и в Санкт-Петербурге. Но вот те игроки, которые могут, ну, кто, Малкин, там... Тарасенко. Тарасенко, да, наши звезды, которые могут усилить, и тут даже вопросов не может быть, если по другим игрокам, которые сейчас приехали, да, и еще ожидаются, еще могут быть какие-то по их состоянию, там, может быть, микротравмы, или, может быть, недостаточно игровой практики, и им еще предстоит доказать, то по этим игрокам, я думаю, вопросов вообще не должно стоять. Кто наши основные соперники, Сергей Светлов? Традиционно все? Или кто-то может преподнести сюрприз на домашнем чемпионате мира, нашим домашним? Да, я думаю, что могут, конечно, не будем, и у нас, и Канада, и Америка все постоянно конкуренты, вот, конечно, вопрос такой, он встал, кто приедет, и кто захочет иметь участие перед Кубком мира, скажем так, потому что, вот, правильно говорят, что вот и команда чешская, там, многие какие-то отказались, думают, нет, мы все отдохнем, нас время так мало получает, скажем так, в НХЛ там много игр, сейчас они там в плев играют, потом, грубо говоря, небольшая пауза, подготовка к Кубку мира, или там, и там, то вот место для, или время для обыска будет намного маленький, да, поэтому тут сложно, надо сейчас сказать, но, я думаю, у нас стандартные конкуренты, это шведы, финны, я думаю, швейцарцы тоже в последнее время показывают неплохой хоккей, даже очень хороший, да. Они провалились в том году, а до этого серебром взяли, я думаю, что... Вот я про что и говорю, поэтому, да, команда такая, видно, что команда, скажем, Швейцарии, вообще швейцарский хоккей очень прибавляет, очень растет, уже даже много игроков уже в НХЛ играют швейцарцев, поэтому, опять же, это зависит от того, какие места занимают НХЛ команды, где швейцарцы играют. Как такая бысть, все освободятся, вернутся, то будет довольно-таки неплохая команда, потому что они в свое время и показывали, хороший хоккей достойный, поэтому я считаю, что, ну, интересный будет хоккей, и в любая из всех команд тоже перечисленная, могут создать хорошую конкуренцию в нашей команде. Андрей Пятачук, соперники? Традиционно, канадцы, здесь я бы сказал, даже и финны, те же чехи и шведы, ведь много игроков в той же сборной Финляндии, которые играют в нашем чемпионате, они практически здесь уже адаптировались, и те арены, где будет проходить чемпионат мира, для них абсолютно знакомы. Алексей Баджуков. Ну, железно, пять команд на мировом первенстве, которые претендуют всегда на золотые медали, и могут завоевать. Я бы сказал про американцев, которые привезли и привезут молодую команду, но в прошлом году тоже была молодая команда, и как мы с ними в полуфинале намучились. Там все решили буквально нюансы. Ну, и канадцы, соответственно, на, можно сказать, для них вражеской территории готовы просто творить чудеса, Олимпиада это показала, и чемпионат мира, я думаю, не будет исключением, будет двойной настрой. Здесь не нужно забывать, чемпионат мира 2007 года, который был в Москве, его выиграли тоже именно канадцы. Раз. Но потом-то им отдали должок через год в Крюбеке, но это уже совсем другая история. Артем, я возвращаю к вратарям, да, к теме. Вот этот нюанс, который решил с американцами в Праге на прошлогоднем чемпионате мира, это был Бобровский. Сергей Бобровский, да. Сергей Бобровский. Ту игру чисто выиграл наш вратарь. Ну, опять же, если вспоминать матч против молодых американцев, досталось нам от них в 2013 году, когда сборный как раз Зинитулла Хайдарович руководил в 1-4 финале. Друзья, это история, она пускай и была относительно недавно, но все-таки страница уже перевернута, впереди домашний чемпионат мира, конечно же, все мы ждем победы от сборной России. Поздравляем Магнитку еще раз с победой в Кубке Гагарина. Круглый стол закрывается на сегодня. Не знаю, может быть, кто-то из наших гостей изъявит желание и останется с нами смотреть дальше хоккей, но все равно спасибо вам большое. Алексей Бадюков, трехкратный чемпион России, двукратный гладитель Кубка Гагарина, Андрей Патачук, советский российский хоккеист, функционер, тренер, олимпийский чемпион, чемпион мира, экс-наставник команд КХЛ Сергей Светлов. Спасибо и, ну, просто спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Вы также можете слушать Спорт.ФМ на интернет-портале хамелеон.фм. Хамелеон делает твой день ярче. Реклама Жилой комплекс в Солнцево. Квартиры с ремонтом под ключ от 4 миллионов 600 тысяч рублей. Рядом станция метро Юго-Западная. Спешите. Идет заселение. 151-99-19 151-99-19 Код города 495 Жилой комплекс в Солнцево ЖКДФСолнцева.рф 25 сентября состоится главное беговое событие страны Московский марафон. 30 тысяч спортсменов соберутся в Лужниках и пробегут по уникальному маршруту в самом сердце Москвы. Для участников будут доступны две дистанции. Марафонская на 42 километра 200 метров и забег-спутник на 10 километров. Успейте зарегистрироваться на забег. Записывайтесь в волонтеры и приходите поболеть за друзей. Подробная информация и условия участия на сайте moscomarafon.org 0+. Спорткарт-центр Крупнейший дилерский центр Порше в Европе. Ограниченная серия из 20 автомобилей Порше Каен по специальной фиксированной цене 4 миллиона 300 тысяч рублей. Спорткарт-центр 249 1111 Код города 495 Телефон рекламной службы Спорт.Тем 620-46-64 Код Москвы 495 Курс молодого бойца на Спортэпо. Зачем боксеры во время боя вдруг хватают друг друга в объятия? Нет, это не приступ внезапного человеколюбия и даже нежелание досадить этим скучным зрелищем зрителю. Это универсальный способ сорвать план соперника. Субтитры создавал DimaTorzok